Уже вторые сутки по всей Турции полыхают сильнейшие лесные пожары. Пламя добралось до туристических провинций. Ситуацию серьезно осложняет аномальная жара. Температура превышает 40 градусов. За моей спиной серо-оранжевое облако. Это те самые последствия лесных пожаров, которые сейчас еще продолжают пушевать в районе реки Манабгад. Это примерно 2-3 километра от нас. Казалось бы, далеко, но нет. Мы даже чувствуем запах гари. Над городом была большая дымовая завеса. Все было вокруг желтое. До сих пор летает пепел. Вот пока я снимаю это видео, у меня на руки пепел падает. Но уже получше, потому что нет этого запаха гари, нет этого давящего желтого неба. Местные туристы выкладывают в соцсети кадры ЧП. Густой дым, огонь, сильный смог. Вот даже четко можно видеть несколько столбов. Это очаги возгорания, это лес. Дым поднимается вертикально, потому что у нас переменился ветер. Теперь он дует из глубины страны, а не с моря. И поэтому огонь постепенно перемещается к побережью. Несколько часов назад из двух отелей в Мармарисе на западе Турции начали эвакуировать постояльцев. Местные власти утверждают, что вопрос о массовой эвакуации из всех курортных гостиниц пока не рассматривается. К счастью, ветер переменился, и о том, что огонь будет распространяться в сторону наших поселков курортных, речи не идет. Хотя спасатели уже сообщили о двух погибших. Но, судя по всему, это местные жители, потому что леса находятся вдали от побережья, рядом с рекой Манавгат и поселком Манавгат. По последним данным, число погибших возросло до трех. Пострадали 180 человек. В основном у всех повреждения дыхательных путей. В настоящий момент в Туршении участвуют около сотни пожарных машин, пять вертолетов и один самолет. Сегодня утром к турецким пожарным на помощь прилетели еще три российских противопожарных самолета. Летали самолеты-амфибии, летали вертолеты. Постоянно туда-сюда не менее трех бортов. Носили воду под своим брюхом, выливали ее на место возгорания. Это недалеко отсюда, это примерно два-три километра. Естественно, всем туристам было страшно. Сейчас уже все хорошо, люди на улице гуляют, но до сих пор падает пепел. Но я думаю, что к завтрашнему дню это уже успокоится.